всем привет за тюнингу я muscle car задний привод вапит сламван такой пикапчик стоит он недорого в обычный всего 49000 сламван ваш билет в это замечательное время когда ваш психиатр мог выписать лсд президент как и большинство других был российском а пикапы еще считались крутыми тачками 50 конечно многое изменилось на благодаря крутым наворотами бандификация на этой зверюги вы сможете доказать каждому что практичность не самое главное для вас вместе с российскими наклейками на бампере и стойками для ружей какие там еще могут стойки быть на ружья скорость нету 4 ускорения 30 копейками будет медленно разгоняться торможение вообще ужасно и управление 2 с половиной недели не куча вариантов на выбор цветов вариант заказной работы что может получиться посмотрим модификация и и пара ct 415 тысяч того ощущение что ему весу тут прибавили что даже пружины просели до самого по погнали броню она поставим меньше воде гнуться будет можно всегда убрать будет в любое время если не понравится 7000 тормоза бампер тут штучки только лишь убираются можно убрать шасси каркас безопасности так нету так есть так она более меньше 14000 а как лучше так вообще не видно а так формой пусть будет высокий двери сеточка обойдемся без сеточки блок двигателя 53000 ух ты максимальная цена покрашенный 50 воздушный фильтр хромированный двойной будет двойной настройка двигателя 5000 полного ускорения толку то что она полная все равно он разгоняться как супер карни будет хоть и пять делений глушитель не густо вариантов тут двойной двойной потолще выведен сбоку пошире замаскированный стопка прям как грузовиков решетка радиатора крашеная не крашеная отреставрирована заказная обтекаемым поставлю капот вообще без капота ну как-то без капота как будто он уже в аварии побывал врезался и ездишь как-то неинтересно воздухозаборник капот с воздухозаборником опять весь обзор загородит если за рулем ездить одинарный музыка супер цены гидравлика сдвоенный насос с четверной четыре в ряд 2 на 2 форме в так чё то чё то значит так у нас написано чтоб поднимать и опускать кузов чем мощнее насос тем выше можно его поднять ладно тогда ставим мощняцкую салон обивка дизайн обивки рама каркас под основной цвет под дополнительный под салон в основной дополнительный или убрать в принципе можно под салон сделать цвет обивки 68 цветов чё тут такого в этом свете 4 300 салон чик салон выцвивший коричневый так чё-то какой-нибудь может светло поставить красный или красный ну что еще не зеленый вырви глаз называется соломенный песочный кремовый давай такой украшение всякие игрушки все те же самые бейсболисты баскетболисты фигурка давай такую пусть башкой болтат панелька под основной цвет и под цвет салона под цвет салона индикаторы негатив это на белом фоне а там на черном фоне с нарезкой чик сиденья куча сидений 12 штук о тут ковры какие-то постелили двухцветное сиденье это что за что-то сиденье скорая крокодила змеиная кожа а что за табуретка сиденье бомбардировщика ковшеобразная гоночные и все надо что-то поставить например со старым ковром со шкурой леопарда рули три стороны жаба где они тут жабу то увидели абсолютно ретро а ла бомба уже 23 тысячи цены 21 давай такой от рычаги педали штучки тут всякие такие такие микрофон обойма можно кубик поставить таблички а то сзади сзади таблички сзади неоновые и обычные бэни погас давай табличку поставим цвет панели таблички будет желтый фары 3000 3000 лана поставим неону прибавить можно и от него толку никого не ду почти ничего не видно она будет без него она раскраска простая полоса посередине такая штучка на 34 тысячи охренеть зубчатые полосы ретро скрашенной крышей капотом синяя пламя красная тут типа старая старая как бы но все блестит это если только матом сделать цвет тут тоже все ржавое ржавое с пламенем черный бомбардировщик ну вот это вообще прикол пипка посередине за 34 тысячи надо его перекрасить наверно будет иначе все эти надписи не видно что пассета Чё-нибудь поставить? Или может пламя? Типа, вверх такой весь обгорел, от капота пламя идёт. Ага, тут буквы тоже красится, только не везде. Чик, новая синяя пламя, номерные знаки, держатель для знака, вот эти рамочки, всякие разные, цепь, будет цепь, заказной номер. Так без номера, но можно поставить какую-нибудь картинку. 16 тысяч, отлично. Номер пусть такой остаётся, краска основной. Тут пламя даже вида. 25. Мне кажется, даже подходит к этой машине. Как вариант, можно бы и покрасить даже. Чёрный. Синим пламенем, чё-нибудь надо выбрать, поинтереснее. А то белый как-то не сильно подходит. Полуночно синий, чё-то тут вообще не отличается. Синий на синий, шкала на коричневый, соломенный и выцепший. Супер пурпурный. 12 тысяч. Банда 25. Матовые. Даже можно матовые поставить, тоже прикольно. Металлик. Металлик, я на понятно, с оттенком чего-либо. Металл, золото. Золото с огнём. Алюминий. Как из фольги. Фольгой обклеили. Дополнительный цвет. Красятся какие-то тут. О, бамперы и всякие отставки, трубы. Зеркала заднего вида. Так, посмотрим. Жёлтый. Морской зелёный. Всё не то. Белый. Банда 12. Матовые. Тоже подешевле. Только не все. Банда 12. Ты нужна пить? Баблы или что-то? Давай белый. Металл 25. 5 все дорого цвет обивки цвет обивки уже выбран эмблем банды 25 крыша чет там 700 какая-то штурка от солнца ну давай поставим 700 спойлер какой тут еще можно спойлер поставьте скамейку закрытый и открытой как будто тут дверь подняли в обратную сторону сцепление будет лучше показывала тут по показателям на какие-то там доли давай такое то закрытый не видно тут никаких гидравликов трансмиссия 8 турбонаду в 30 колеса заказные от бенни цены суперские тонна хрома викинг 45 давай викинг эксклюзив посмотреть обычная лаурайдер на такой автомобиль все колеса подойдут везде ход хоть какие оставь дорожник тоннер все подходят уникальная машина цвет колес внутренности можно покрасить 41 всего цветов наверно оставить как есть шины дизайн шин всякие полоски потолще пошире с надписью атомик нора можно поставить 7500 пулестайка ставить не буду дымик покрышечный будет черный стекла передняя не красится наверно оставлю без покраски так нормально все тюнинг окончен поехали на улицу ух какой супер заниженный деду 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 злодей что ли посмотрим салончик поближе отличный обзорчик нормально неплохо бип-бип все таки тут эта полоска посередине нарисована только белым цветом посередине баллон прям сквозь где-то диван на дырка не такой же короткий баллон посередине лежит супер гоночный пикапчик пикапчик дверки 7 7 открывай двери и все капот тут диван поставили прямо которые из дома цельный без разделения на два места салон сильно не модифицирован кроме как панели и супер двигатель наверно на 10000 лошадиных сил одна гидравлику проверить так это дыр и 2 и 2 и и и и и и так как тут подпрыгивать чик задняя чик передняя удержание надо делать тут кнопки хоба хоба но еще выше надо в такт успевать нажимать гидравлика работают так можно заскочить на любую преграду например через эту перескочить ну-ка подпрыгивай о полезная штука перепрыгивать всякие бордюры надпись горит не волновая сзади на стекле можно так же в бок право влево право влево как на коне в дыбы погнали прокатимся по ночному городу ну в принципе нормально подрывают как бы быстренько скорость набирают только с поворотами как-то не все круто на такой подвеске любая кочка заметно и с тормозами и с тормозами не все круто ох как таскает ну тяжело вот та маленькая машина все-таки шмафлкар а ну разбежались стали тут заехать в этот мастерскую посмотреть цену продажи на 1700 наколотил нормально продать 609 тысяч примерно половина от вложенного появились фары отремонтировались куда ты перешь опять хрячь хрячь прикольно подпрыгивать да блин что тут застрял где-то опять по скорости то нормально гонят если разогнаться ох так а вот сцепление с дорогой не гакуще все и по стоит спойлер Мало чем вам помогает. Ну ладно, поехали чё-нибудь протестим какую-нибудь гоночку. Трюк-дуэль. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Обязательно попикать. Жух, как подорвался. Ой-ой-ой, напасно. Ну по скорости нормально вроде бы. Как гунит. Только вот подтаскиваю. Надо посмотреть в петлю. Оп. Как он в петлю заедет. Так не спеша. Пока не понятно, вроде бы гонит, но как-то остальные, где они там все застряли. Опасно. Подзаносит. Чистый круг, написали. Охренеть. Кристально чистый. Какие опасные эти масл-кары. Так и хочет занестись на повороте. Поворачивает. Нормально. Вполне сойдет. Но все-таки у машины чувствуется вес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Полетели. Хорошо хоть под горку. Где-то финиш. Осторожно. Таскают. Ха-ха-ха. Обалдеть они тут. Все и спадались, и взрывались. Как бы не новички. Всякие 150 уровни. А где отсчет, когда он появляться, этот 30 секунд? А по новостям показывают гонки. Он же вот в дыбах даже ездит. Обалдеть. 3. 37. Время. 10 тысяч. Всего-то. На вставочках. 700 еще выиграл. Лучший круг. Минута 44. Подведем небольшие итоги. Вроде бы машина ездит, но непонятно лучше или не лучше других. Управление не самое интересное. Так и хочешь на повороте, чтобы разнесло ее. Управляемость вполне годная. Как бы нормально поворачивать. Вес хоть и есть, но он такой не сильно страшный. И сцепление за дорогой, я бы сказал, слабоватое. Это все-таки пикап, а не какой-нибудь там гоночный болид. А на этом у меня все, оставляйте свои комментарии. Всем пока и до новых видео.